Всем привет! Рад всех видеть. Тема у нас сегодня интересная – Борис Алмайти и другие возможности нейросетей. Соответственно, она немножко перекликаться будет с тем, что я говорил на протяжении последних нескольких лет на разных конференциях. Но я постарался суммировать это все воедино, так чтобы некий новый взгляд попробовать придать тому, что происходит, тому, что мы делаем. Потому что страшилок у нас на эту тему сейчас очень много появляется, тема нейросетей очень модная. По мере того, как мы видим их применение достаточно активно и в таких продуктах, как призма, и в играх, и во всевозможных процессах автоматизации, появляется очень много страхов относительно того, что же с нами будет, когда нейросети, когда, не знаю, искусственный интеллект сверхразум захватит мир или еще что-то. Кстати, слайдов не будет, поэтому, может, туда даже особо и не смотреть. Но я мог, конечно, нарисовать терминатора или еще что-то, но я решил, что это как-то банальненько, поэтому давайте просто побеседуем на эту тему. Я постараюсь поделиться мыслями. Ну так вот, страхи по поводу сверхинтеллекта, что с нами будет, страхи по поводу потери работы. Ну, потому что статистика уже выходит, и она достаточно такая настораживающая. В частности, есть прогнозы про Светерхаус Куперс, которые говорят, что к 2030 году, то бишь через 13 лет, около, ну там от 30 до 40 процентов людей потеряют работу в силу автоматизации процессов. Собственно говоря, почему? Да, давайте сначала вкратце на эту тему. Потому что Джефф Безос, вот месяц назад, у него была очень хорошая мысль, сформулированная. Я первый раз слышал, по крайней мере, чтобы это было настолько четко сформулировано. Что у нас четвертая промышленная революция, это скорее не его изобретение, но он на эту тему высказал следующую мысль, что... Ну, первые две были посвящены именно промышленному производству, третья промышленная революция была посвящена информатизации, алгоритмической автоматизации. То, что мы видим, то есть это информационное общество, то, что у нас сформировалось на сегодня. Четвертая промышленная революция будет построена на автоматизации не алгоритмической. И это принципиальная разница в классе задач, которую мы могли решать. То есть, иными словами, компьютеры до недавнего времени, мы все знаем, что инвестор базируется на алгоритмах, а алгоритмы становятся все сложнее и сложнее. Есть целые классы задач, которые, в первую очередь, оптимизационных, конечно же, которые алгоритмическими методами решать становится все сложнее и сложнее. Однако последние прорывы в дизайне, за последние 10 лет, на самом деле, в дизайне нейросетей позволили сформировать альтернативные методы решения целого класса задач, в частности, задачи распознавания, задачи управления. И как раз нейросети с ними справляются гораздо лучше. То есть, иными словами, в первом случае это простые триггеры, во втором случае это, например, управление машиной или распознавание образов. Кстати, с распознаванием образов было очень много интересных историй относительно того, как нейросети радикально улучшили и качество, и упростили эту задачу. То есть, если вы следили немножко за этой темой, вы знаете, что миллиард долларов были вкачаны на протяжении десятилетий в попытках разработать алгоритмические, ну, придумать алгоритмы распознавания тех или иных изображений, однако потом, или, кстати, то же самое касается речи, то же самое касается огромного количества других вещей. Но, то есть, это десятилетия уходили умнейших людей, а потом приходили ребята со знанием диплёнинга, соответственно, нейросети, и буквально за 2-3 года небольшими командами достигали аналогичных результатов, а потом их улучшали качество распознавания там в несколько раз после этого. И это очень наглядный пример того, что будет происходить. Однако, прежде чем углубляться в эту тему, я бы посмотрел, что может происходить в нашей игровой индустрии, и какие предпосылки были, и к чему это может привести. Соответственно, большой интерес к искусственному интеллекту в последнее время произошел после примера победы дипмайнда в игре ГО. То есть, это был такой рубеж, когда стало очевидно, что то, что называется нейросетевой интуицией, она стала достаточно мощной и смогла, по крайней мере, на равных или с некоторым преимуществом играть с людьми в играх, которые очень сложно алгоритмизируются. И это как раз было время, когда это натолкнуло нас тоже на целый ряд мыслей относительно того, как можно делать искусственный интеллект в играх. И несмотря на то, что мы для Блицкрига третьего этим занимались уже некоторое время, то есть несколько лет назад начали, именно архитектура ГО, Альфа ГО, нас подтолкнула, натолкнула нам целый ряд идей, с помощью которых мы начали, ну, подходов, с помощью которых мы начали реализовывать новую версию искусственного интеллекта. То есть, если вы знаете, то большинство искусственных... То есть задача вообще искусственного интеллекта в РТСах, она является одной из краеугольных, потому что это один из самых сложных жанров, в принципе, и тот же DeepMind очень активно решает задачу создания такого искусственного интеллекта, который мог бы играть на уровне лучших игроков. Однако, надо понимать, что DeepMind решает эту задачу весьма как бы академически и теоретически. То есть, иными словами, они пытаются построить универсальную нейросеть, которая по видеопотоку будет анализировать этот поток и выдавать команды, соответственно, для игры в РТС, и причем так, чтобы весь этот искусственный интеллект был построен на нейросетевом байсе. Мы, кстати, попробовали идти таким же путем и потратили где-то полгода для того, чтобы попытаться решить эту задачу таким образом. Однако, очень быстро мы натолкнулись, ну, вернее, как, мы видеопоток не стали разбирать, потому что для нас это, как бы, в значительной степени бессмысленная наша игра, мы все знаем про нее, мы знаем все реплеи, мы можем посмотреть на них изнутри. Однако, мы попытались сначала сделать итерацию так, чтобы управлять юнитами чисто с помощью нейросети. И это оказалось, мягко говоря, не очень удачным решением, потому что даже не очень качественная реализация этой нейросети требовала огромных вычислительных ресурсов и, конечно, никакого практического применения получить, по большому счету, не могло, потому что, ну, мы все-таки делаем коммерческий продукт, и нам нужно, чтобы сервер поддерживал, там, хотя бы 100 сессий. И, то есть, искусственный дилет, который считается на сервере, мог, то есть, один сервер мог поддерживать порядка 100 подобных клиентов. И, а у нас получилось, что там даже один сервер целиком с трудом справлялся с одной сессией. И мы поняли, что данный подход не является, как бы, эффективным и перспективным. И, собственно говоря, вычленили целый ряд задач, которые гораздо эффективнее решаются алгоритмически. То есть, вспомнили все старые добрые методы и разделили искусственный дилет на несколько слоев. То есть, большинство слоев оставили алгоритмически, они очень быстро считаются и дают очень понятный прогнозируемый результат за конечное время. А, с другой стороны, мы выделили несколько слоев, которые как раз отдали на откуп нейросети. То есть, таким образом, сделав гибридную модель, практически похожую на то, что было сделано в AlphaGo, кстати. И получилось весьма интересное сочетание, потому что один из важных слоев, который есть, это, ну, он в некотором смысле похож на тот самый интуитивный слой, который используют в других нейросетях. То есть, когда нейросеть старается предсказать то, что делает противник. То есть, мы изначально поставили такое задание, что мы не хотим делать асимметричную информацию. То есть, мы хотим сделать так, чтобы игра была честной. В отличие, кстати, от большинства искусственных интелектов в стратегиях, где он имеет полный доступ ко всей информации, таким образом обыгрывает игрока, в общем, нечестным образом. Мы сказали, что мы хотим иметь искусственный интеллект честный, но в связи с этим он не может оперировать только видимой информацией. Ему нужно домысливать, что игрок делает под туманом войны, в частности, в РТС. И это оказалось очень продуктивной идеей, потому что именно с подобным классом задач нейросеть справляется очень хорошо. И таким образом предсказывая по некоторым проявлениям, что же на самом деле мог задумать игрок. И после определенной тренировки выдает очень интересные результаты, крайне похожие на поведение опытных игроков. Потому что, ну, к примеру, если нейросеть видит, что там приближается с какого-то направления к ней скаут, то она очень быстро, обучившись, понимает, что, скорее всего, там есть еще какая-то группа войск, и может бросить аэрострайк, таким образом, ауе-эффектом накрыть эту группу войск. И точно так же, как периодически ошибается человек, нейросеть точно так же иногда ошибается, и вы просто двигаете какие-то юниты, внезапно в какой-то лес прилетает аэрострайк, и вас, в принципе, это не удивляет, вы понимаете, что вы играете с какой-то сущностью, которая на самом деле использует такую же интуицию, в данном случае эта интуиция просто ее подвела. Таким образом, сама сессия получается очень живой и очень необычной, радикально отличающейся от всего, что мы привыкли видеть при игре с компьютером. И, в общем, мы уже достигли этого результата, то есть это один из словов, там еще другие, но я не очень, на самом деле, хотел бы совсем глубоко… как бы углубляться в то, как это все устроено, потому что, ну, в общем, хотелось бы некоторый секрет сохранить, однако результат уже налицо, все могут на него посмотреть, и понятно уже направление, в котором подобного класса искусственный интеллект будет развиваться дальше в играх. Но что бы я хотел, с другой стороны, это посмотреть на всю эту проблему в более общем виде и подумать, поразмышлять относительно того, ну, или поделиться какими-то идеями относительно того, куда это нас может привести в дальнейшем. Если посмотреть на игры, разнообразные в целом, мы видим, что наиболее успешные игры обладают, на самом деле, двумя компонентами и определенными свойствами для каждого из этих компонентов. Компонент этих два. Как я уже сказал, первый – это сессия, сессия, у которой очень высокий уровень реплиабилити. Высокий уровень реплиабилити, особенно с живым человеком, дает целый ряд интересных особенностей и аспектов, в частности, что человеку интересно играет, потому что у него постоянно меняются разные ситуации, с другой стороны, есть живой человек, который применяет новые тактики и стратегии, которым можно у него учиться. Таким образом, постоянно улучшая качество своей игры и прогрессируя в этом, в своем скилле, на этом построен киберспорт и, как мы знаем, все это очень активно развивается на сегодня. Однако есть вторая компонента, которая очень важна – это persistent progression, то есть это управление контекстом. Иными словами, мы постепенно меняем, либо давая какие-то дополнительные реварды, давая какие-то дополнительные пушки, системы защиты или еще что-то, или новые юниты, мы трансформируем не правила игры, а инструменты, с помощью которых мы управляем в рамках этих правил игры, таким образом смещая контекст. Значит, искусственный интеллект, на самом деле, может повлиять на обе эти вещи, объединяя таким образом в рамках сессии все преимущества, которые есть у PvE и PvP, потому что не все из нас хотят играть живыми людьми, иногда мы проигрываем, нам это не нравится, и в общем случае социальное давление в играх, в мультиплеерных, оно достаточно сильное и очень часто ведет к toxic behavior, то, что называется, когда люди раздражаются от того, что они проигрывают. А в случае искусственного интеллекта в рамках самой сессии мы можем делать так, чтобы игрок получал максимум положительных эмоций, находясь на грани своего скилла, при этом в силу того, что нейросеть обладает очень высокой недетерминированностью и может играть лучше, на самом деле, даже самых продвинутых игроков, в перспективе, по крайней мере, мы можем создавать ситуации, которые будут такие же интересные, такие же насыщенные в PvE, как и в PvP, но без ненужного социального давления на тех, кто к этому не готов. И во втором случае точно так же – управление контекстом. Мы сейчас пишем кучу скриптов и создаем очень много правил алгоритмических, каким образом провести человека по сюжетной линии или алгоритмы поведения NPC, которые, в конечном счете, все равно мы чувствуем и понимаем, что они заданы жестко, и нам становится через какое-то время после нескольких сессий неинтересно. Искусственный интеллект, управляющий подобного класса контекстом, способен решать эту задачу гораздо эффективней, в конечном счете, чем даже геймдизайнеры, которые заранее это планировали. Таким образом, я не знаю, через сколько лет, через 10-15, может возникнуть очень интересная ситуация, что мы с помощью искусственного интеллекта можно автоматизировать не только процесс игры, но мы можем автоматизировать огромное количество задач в рамках создания самой игры. То есть все разговоры о том, что будут автоматизированы водители, например, машины без пилота, и таким образом останется огромное количество безработных, решающих достаточно рутинные задачи на сегодня. Это, конечно, справедливо, и нас вроде бы не очень сильно пугает, хотя если подумать, то 30% безработного населения на горизонте 13 лет – это очень много. То есть даже в рамках нашей страны, даже при условии линейного роста, что, кстати, наиболее эффективно было бы для нас не скачкообразно, а линейное, это несколько миллионов безработных каждый год в рамках только России, например. Но нам кажется, что мы-то люди умные, творческие, и нас никогда не коснется. Однако вот это не так, потому что именно нейросети на сегодня учатся решать так называемые когнитивные задачи, то есть задачи, которые находятся на грани творчества, таким образом оставляя за человеком именно ядро творческих задач и автоматизируя большое количество рутины, которые на сегодня нам приходится делать руками. Таким образом, через 10-15 лет большая часть работы не только по созданию контекста внутри игры, но и по созданию самих игр будет уже отдана на откуп искусственному интеллекту. И, в частности, есть пример уже создания трейлеров к известным фильмам, которые, ну, вы никогда не скажете, что это сделал компьютер. Они очень пристойного качества, хотя понятно, что души там еще такой нет, но на уровне ремесленничества это более чем достаточно. Задача текстурирования, она во многом при заданном стиле является технической. И, на самом деле, точно так же, как нейросети умеют конвертировать стилистику фотографий, они прекрасно через несколько лет справятся с задачей конвертирования стилистики текстур. И, таким образом, мы просто будем задавать основные особенности персонажей и, может быть, пару десятков референсов и говорить, пожалуйста, вот это, вот это, вот это вот в таком стиле. В дальнейшем все текстуры будут генерироваться автоматически. Сведение цвета, сведение картинки – это задачи, которые точно так же можно перекладывать на нейросети. Таким образом, наша индустрия будет достаточно драматически изменяться. И я считаю, что уже сейчас стоит задумываться относительно, с одной стороны, тем, чтобы выбирать те профессии и развиваться в сторону, которая сохранится и станет еще более востребованной при той автоматизации, которая будет происходить. А с другой стороны, непосредственно заниматься этой автоматизацией, потому что я считаю, что это будущее. И то воздействие, которое будет со стороны нейросетей на игровую индустрию, на мой взгляд, сравнимо с тем же самым воздействием, которое было на игровую индустрию при проникновении интернета. То есть драматический излом будет приблизительно такого же масштаба, и это не только в рамках нашей индустрии. Если посмотреть на ситуацию еще поглобальней и еще пошире, то та самая проблема, когда освобождается достаточно большое количество людей, ее необходимо решать. И на сегодня у нас нет готовых решений. Я имею в виду не игровую индустрию, а вообще в целом на сегодня. И даже на уровне дискуссий на сегодня есть только робкие ростки относительно того, что же мы будем делать с теми сотнями миллионов людей, которые на тот момент станут не только безработными, а в принципе не способны найти работу. Потому что наша сегодняшняя система образования, она, в общем-то, построена исходя из принципов того, что мы обучаем молодежь. И есть некоторые курсы по дальнейшему обучению, но они очень незначительны. В то время как данная концепция как бы сформировалась 500 лет назад и под индустриальную революцию, и с тех пор радикально и драматически не менялась. А мир-то наш изменился уже очень сильно. И на сегодня все лучшие умы формулируют идею о том, что нам недостаточно заниматься образованием в какой-то определенный промежуток времени. Нам нужно быть готовыми к тому, что мы будем учиться на протяжении всей своей жизни. Да, какой-то начальный как бы пак мы получаем, пока мы еще молодые, а в дальнейшем каждый год, каждый день мы продолжаем учиться чему-то новому. И очевидно, что это потребует создания принципиально иных систем образования, которые у нас есть на сегодня. В чем их принципиальное отличие? Еще несколько лет назад, условно говоря, пять лет назад, нам казалось, что основной преградой к постоянному образованию людей является его недоступность. Иными словами, мы только избранные могли получать доступ к лучшим лекциям, лучших университетов, платить за это очень большие деньги, влазить в долги, ну, в западном обществе, по крайней мере, и потом десятилетиями их выплачивать, долги за образование. Сейчас это все изменилось, то есть любой человек в любой точке мира практически бесплатно может получить доступ к лучшим лекциям, лучших университетов, лучших преподавателей. И казалось бы, вот он, должен случиться ренессанс, мир должен радикально измениться. Однако выяснилось, что люди очень ленивы. Неожиданность. И желание переучиваться есть очень мало у кого. Таким образом, проблема доступности решена, но не решена основная проблема, проблема мотивации. Но самое удивительное, что именно наша индустрия является основной в решении проблем мотивации. Мы на протяжении десятилетий отрабатываем сотни механик, как замотивировать игроков делать те или иные вещи в игре, как их замотивировать двигаться по самой сценарийной линии, как построить правильные дорожки и как сделать так, чтобы они в конечном счете заплатили. Точно такие же методы мы можем в перспективе использовать для создания образовательных систем. И в этом нет никаких противоречий, особенно с учетом того, что я говорил до этого. Если мы научим искусственный интеллект управлять контекстом, то данные образовательные игры могут быть не менее интересные, чем те, в которые мы играем просто так. Более того, в силу того, что сама образовательная индустрия является от 60 до 80 раз больше, чем игровая, и мы можем делать образовательные игры с бюджетами в 50-60-100 раз превышающим бюджет текущих лучших игр. То есть, если сейчас самый крупный бюджет, которым мы оперируем в индустрии 300 миллионов, то, соответственно, мы можем делать миллиардные и многомиллиардные проекты, которые будут являться образователем, выглядеть и играться так же интересно, как существующие лучшие блокбастеры при этом нести огромную пользу людям. В первую очередь, связаны с переобразованием. И понятно, что для такого масштаба задач отдельные компании уже вряд ли смогут, скажем так, там частично, по крайней мере, в моей картине мира это будут делать корпорации, частично, по крайней мере, это должны будут делать государства. Потому что, в конечном счете, речь идет о том, что будут создаваться очень мощные системы по воспитанию и образованию, по сути, всех жителей данного государства, всех граждан этого государства, и риски, которые подобного класса системы будут нести, они очень драматические. В конечном счете, суверенитет государства будет зависеть от того, насколько они способны будут создавать подобного класса системы. И эти системы, еще раз напомню, будут во многом управляться нейросетями и искусственным интеллектом. Картинка весьма удивительная, с одной стороны. С другой стороны, мы тоже понимаем, что в рамках этих систем да, будет огромное количество людей, которые будут способны переучиваться, но будут и те, которые не захотят это делать. И что делать с ними? Исторически, если посмотреть, то на протяжении каждой практически индустриальной революции появлялось достаточно большое количество людей, которые не могли адаптироваться под эту ситуацию. И, к сожалению, в прошлом практически всегда они отторгались обществом. В некотором смысле на сегодня на игровой индустрии лежит ответственность за то, чтобы сделать так, чтобы эти люди не были уничтожены тем или иным способом. А раньше, в общем, никто особо на эту тему не задумывался. Развязывали войны, эпидемии, и, в общем, была масса инструментов. Сможет ли гуманизм, который является одной из доминирующих философий на сегодня в мире, удержать цивилизацию от того, чтобы не повторить достаточно плачевные итоги прошлого? Вопрос на сегодня открытый. И ответственность во многом за это лежит и на игровой индустрии в будущем. Тем не менее, есть определенные рецепты, которые уже сегодня обсуждаются и, возможно, по крайней мере, как нам сейчас кажется, могут быть применены. Одна из недавних книжек — это «Хомодеус». там как раз рассматривается вариант, когда люди, которые остались безработными в силу автоматизации четвертой промышленной революции, получают безусловный базовый доход, начинают играть в игры. И, собственно говоря, это является основным источником сублимации инстинктов. Это, кстати, очень интересный аспект, потому что, грубо говоря, да, безусловно, базового дохода мы можем сделать так, чтобы жизнь людей была… те, кто остался без работы, чтобы она была более-менее комфортной, но мы не сможем придать им цели, потому что наши инстинкты никто не отменял, и нам нужно их реализовывать в той или иной форме. И как раз игры могут стать тем инструментом, которые позволяют людям вести осмысленный образ жизни и чувствовать себя счастливыми. Как это ни парадоксально? Сейчас. Еще. Да. Но. Все это приводит к очень интересным моментам. тот факт, что мы начинаем очень тесно взаимодействовать с нейросетями, искусственными нейросетями, даже отложив в сторону вопросы сознания, которые, на самом деле, являются открытыми. У нас есть целый ряд гипотез относительно того, что есть сознание и каким образом оно может появляться или не появляться в рамках нейросетей. А мы не знаем ответ на этот вопрос, и лучшие умы не знают ответ на этот вопрос, и очень многие бьются, потому что он на самом деле является креугольным камнем. Но даже если отложить этот вопрос в сторону, мы, безусловно, знаем один факт, что при том объеме информации, которая начинает генерироваться цивилизацией, человечество не способно будет обрабатывать эту информацию самостоятельно. Мы вынуждены будем отдать основные инструменты по обработке этой информации искусственному интеллекту в том или ином виде. А это значит, что большинство решений, которые будут приниматься в рамках цивилизации, будут уже приниматься искусственным интеллектом. Я приведу простой пример. Сейчас, когда вы вызываете Uber, иногда водитель вас спрашивает, каким маршрутом вы хотели бы проехать. Я думаю, что большинство из вас уже говорит, ну, в Яндексе посмотри. Почему? Потому что мы уже привыкли к тому, что Яндекс дает наиболее эффективный маршрут, и практически всегда он такой. И нет смысла уже как бы с этим спорить. Мы с удовольствием отдаем право принятия этого решения роботу, и, в принципе, мы с этим согласны. По мере того, как будет расти количество информации в обществе, все больше и больше подобного класса решений мы будем отдавать на откуп информационным системам. Таким образом, медленно или скачкообразно – это не принципиально, но в конечном счете мы войдем в очень тесное взаимодействие с нейросетями. И нам будет очень сложно отличить те решения, которые мы принимаем, от тех решений, которые принимает нейросеть за нас. И в конечном счете должен возникнуть определенный симбиоз между нами и нейросетями в том виде, в котором они будут через 10-20 лет. Это где-то и соответствует той точке сигулярности, о которой многие говорят, но мы не до конца понимаем один простой факт, что цивилизация, как сказал Евгений Кузнецов недавно, человечество в том виде… Сейчас. Мы последнее поколение, которое живет в человечестве. Это очень интересная мысль, потому что следующее поколение уже будет жить не в человечестве, а в симбиозе человечества и искусственного интеллекта. И это произойдет при нашей жизни. Мы сейчас можем на это очень активно повлиять. И я хотел бы призвать многих задумываться на эту тему. Соответственно, к чему это приведет с этической точки зрения? На сегодня наши инстинкты сформированы миллиарды лет, и они сформированы под решение совершенно других задач, чем те, которые даже сейчас есть, не говоришь о тех, которые будут стоять перед нами. Мы привыкли к тому, что мы самый умный вид на этой планете. И мы никогда не задумывались о том, что нам придется сосуществовать с другим видом, который, возможно, окажется гораздо умнее нас, вне зависимости от того, будет ли у него сознание. И у нас вообще не существует этических систем по решению подобного класса задачи. Иными словами, наши социальные структуры бесконечно далеки, и они не успеют эволюционировать, потому что наши социальные структуры базируются на наших инстинктах, которые также отрабатывались миллиарды лет и не способны меняться так быстро. Как решать эту проблему? На сегодня, опять же, однозначного решения нет, потому что нам нужно, скажем так, одно из направлений – это отказ от иерархических моделей, потому что, на мой взгляд, достаточно очевидно, что иерархические модели в текущем виде в обществе перестанут быть эффективными и могут приводить к очень драматическим изменениям. Я опять же приведу пример. Сейчас, если вы следите за Криспром, например, уже есть целый ряд лабораторий, которые в состоянии печатать, по сути, печатать искусственную жизнь. То есть модифицировать живые клетки настолько, что это получается новый вид. Мы можем уже печатать бактерии, микробы. Но пока это в лабораториях. Пройдет 10 лет, и каждый студент на своей кухне будет способен это делать. Вопрос. А что будет его останавливать от того, чтобы создавать новую пандемию или еще что-то? На сегодня в рамках иерархической конструкции, которая есть в нашей цивилизации, а на иерархиях у нас построено все. Почему? Потому что одним из основных инстинктов нашим является доминирование, которое, как в свою очередь, является следствием естественного отбора. Эта модель начинает рассыпаться, потому что у каждого в кармане появляется атомная бомба, которая может ее применить без гарантии взаимного уничтожения. Какую этическую модель мы можем предложить в этом случае? На сегодня ответа нет. Но я точно знаю, что она радикально отличается от того, что у нас есть сейчас. Однако у нас осталось не так много времени. Этические модели эволюционируют в симбиозе с инстинктивной моделью, в данном случае вида, в данном случае нас. Иными словами, мы на протяжении сотен тысяч лет эволюционировали наши инстинкты вместе социальными структурами. Но технологический прогресс, который растет по экспоненте, отрывается от этого очень сильно. И нам нужно пройти сравнимую эволюцию для того, чтобы перекроить эту связку инстинктов с социальными структурами, чтобы успевать по такой же экспоненте идти в соответствии с техническим прогрессом. Как это делать, на сегодня ответ нет. Но то, что мы можем обкатывать эти модели в песочницах, которые мы же сами и будем создавать, потому что игры являются наилучшим инструментом для решения подобного класса задач, на мой взгляд, это очевидно. То есть, иными словами, резюмируя, в игровой индустрии отведена очень интересная роль на протяжении последующих двадцати лет. И нам дана привилегия участвовать в этих процессах. Давайте относиться к этому ответственно. Давайте создавать такие игры, которые будут позитивно влиять на нашу цивилизацию, которые будут приносить пользу людям. Да, я понимаю, это сложно, да, я понимаю, это не очевидно. Мы не очень хорошо представляем, как. Но если каждый из нас в меру сил хотя бы по чуть-чуть будет двигаться в этом направлении, мы сможем изменить мир к лучшему. Спасибо. Если у кого-то есть вопросы, подходите, говорите лучше к микрофону. У меня пока первый вопрос, чтобы пока заполнить паузу. Сергей, на самом деле, в начале своего выступления немножко напугал, что вы все без работы останетесь, я так понимаю? Не все. Но вообще, когда появлялась всегда новая технология, которая меняла очень сильно жизнь, не знаю, там радио появляется, музыканты там бесятся, появляются автомобили, извозчики бесились, появляются Uber, таксисты бастуют. Но неужели в игровой индустрии в связи с распространением нейросетей не появятся более других профессий, которые сейчас просто не существуют? Да, конечно, они появятся. И нам нужно быть готовым к их появлению, нам нужно быть готовым переучиваться на эти профессии, от тех профессий, которыми мы владеем на сегодня. И это является основным челленджем. Окей. Ух ты! Но опять же, кстати, если посмотреть на итоги первой промышленной революции, на протяжении первых сорока лет после того, как она произошла, уровень жизни рабочих упал на десять процентов. И только через сорок лет он начал подниматься обратно. Каждая революция, это же не эволюция, это революция. Она приводит к потерям, она приводит к временному просаду и возможным кризисам, которые следуют из этой революции. Поэтому к ним надо быть готовым. Все уезжут в зарплату, потом уволят, и все, кто не перестроится. Понятно, спустились на землю, я понял. Вопросы? Здравствуйте. Спасибо за доклад. Вопрос следующий. Как вы считаете, возможно ли в будущем такая модель общества, в которой безработное большинство людей получает базовый доход не в виде какой-то фиксированной ставки от государства, а через игры, грубо говоря, играет в ММО и фармит себе голду на пропитание, а государство, с другой стороны, покупает эту голду за реальные деньги? Ну, я бы так сказал, что в рамках тех систем, которые я описал, там, возможно, следующее. То есть, с одной стороны, часть людей учится навыкам, которые полезны в реальном обществе, в производительной части общества и в реальном мире. Вторая часть людей способна производить определенного вида контент для самого мира, в котором они находятся. То есть, такой UGC, то, что мы сейчас называем. И таким образом, тоже приносить достаточно большую пользу, но в рамках виртуального пространства. Только третья часть, о которой мы говорим, которая не способна перебочаться и не способна производить контент в виртуальном пространстве, вот с ними уже как бы сложнее, они уже должны получать базовый доход. Да, возможно, помимо этого, еще какие-то дополнительные бонусы за фарм голды, но это уже опционально, на мой взгляд. Спасибо большое за доклад, Сергей. Вы упоминали о когнитивных задачах, которые нейросети пытаются сейчас решать, в частности, которые затронут нашу индустрию в будущем. Я в ней не работаю, пока что. И вопрос такой. Известно ли вам о ситуациях, когда нейросеть пыталась самостоятельно заниматься программированием? И что из этого вышло? Я знаю, что были эксперименты на эту тему, но пока ничем это хорошим не закончилось. Но, скажем так, никаких прорывов в этом не было, насколько я знаю. У Microsoft, по-моему, сейчас есть проект, который по генерации кода, по шаблонам. Ты говоришь, я хочу сделать вот это, и что-то происходит. Но это совсем новая технология. Пока очень примитивно, пока очень рудиментарно. Но я думаю, что там, опять же, на некотором горизонте рутинные задачи программирования, они тоже будут автоматизироваться. Сложные, конечно, нет. И второй вопрос. Ну, опять же, я вот сейчас, извини, перебью. Ничего страшного. Я думаю, что программирование в том виде, в котором мы его понимаем на сегодня, будет в значительной степени невалидно. То есть, вернее, оно останется только как небольшая часть, потому что даже уже на сегодня видно, что data scientists становятся более востребованными, чем программисты. И, ну, если вы, наверное, когда берете какой-то фреймворк нейросетевой, то вы уже там не особо-то программируете. Ваша задача, как бы, собирать из кубиков архитектуру нейросети и скормить правильные данные, и, собственно говоря, правильно анализировать то, что у вас получилось на выходе. И это не совсем программирование. Однако, в силу того, что мы все больше и больше будем отдавать задачи как бы не алгоритмические в будущем на автоматизацию, то именно такого класса программирования будет становиться все более и более востребованным. Хорошо. И второй вопрос уже более конкретный. Какие профессии в геймдеве будут автоматизированы, на ваш взгляд, быстрее всего? И какие медленнее всего? Ну, в силу того, что очень много сейчас наработок по обработке изображений есть уже, и там просто идет паровоз в эту сторону, то я считаю, что то, что все рутины, большинство рутинных операций в арте будут автоматизированы в первую очередь. Думаю, что дальше интересные вопросы будут в геймдизайне, потому что сейчас геймдизайнеры строят целостную картину. И их задача именно в построении игры в целом. Однако, если мы отдадим искусственному интеллекту задачи по комбинаторике различных компонент игры под соответствующую аудиторию и адаптации под конкретного юзера, то задача человека будет сводиться к тому, чтобы создавать именно эти кусочки, эти компоненты, а дальше каким образом наиболее эффективно их скомбинировать и какую конкретную комбинацию дать конкретному юзеру, это как раз уже будет автоматизировано. То есть тоже очень интересный аспект. Ну и последнее – это программирование, как я уже сказал, но опять же, оно трансформируется в data science и, ну, будет существовать, конечно, в том виде. Вот. И вопрос, который возник только что в связи с вашим ответом. Насколько скоро геймдев будет решать задачу создания игры с нуля исключительно используя искусственный интеллект, без вообще какого-то человеческого участия? Зачем? Ну, в этом нет смысла. Это точно так же, как я проделал пример с Борисом из Блицкрига, как бы, да, когда мы все решили сделать нейросетями, получилось не очень. Ну, интересно же попробовать. Нет, попробовать никто не мешает, пожалуйста. Не очень? Ну, ладно, верю. Спасибо большое. Ну, как раз я большой сторонник гибридных моделей, когда, ну, то есть симбиотических моделей, когда там алгоритмы сочетаются с нейросетями, когда человек сочетается с нейросетями и прочих. Все, спасибо большое. У нас всего 10 минут, поэтому по одному вопросу, пожалуйста, 6 человек стоит. Здравствуйте. Как многие наверняка в данном зале присутствующие знают, для обучения нейросетей нужен датасет. Если я, скажем, инди-разработчик, мне нужен датасет для обучения моей нейросети. Где я его могу взять? Учитывая, что это коммерческое применение, и, скажем, многие датасеты на Kaggle запрещены для использования в коммерческих целях. Ну, вот, это ваш главняк, как бы. А, отлично. Ну, а, извините. Спасибо. Я хотел задать вопрос по поводу начала лекции, когда мы говорили о использовании искусственного интеллекта в области РТС и предоставлении адекватного противника для игрока. Вы говорили о том, что ваша цель была построить честный искусственный интеллект, который при этом должен давать интересный экспириенс игроку в сражении с ним. При этом, насколько я понимаю, насколько я могу сейчас посмотреть, условно говоря, нечестный, вручную собранный искусственный интеллект может через скрипты, через доступ к большому количеству информации по-прежнему давать интересный челлендж оппоненту. Но искусственный интеллект дает ему другой экспириенс. Вы привели хороший пример, когда искусственный интеллект совершает интуитивные ошибки. То есть ошибки, которые игрок видит и думает, блин, я мог бы ошибиться точно так же. И начинает воспринимать своего собеседника, своего противника, человечнее. Какие еще, можете поделиться какими-то примерами такого рода, которые именно вызывают у игрока вот это вот ощущение человечности? Сейчас. Ну вообще в целом, скажем так, разрушение тех шаблонов, которые у нас есть на сегодня относительно искусственного интеллекта. То есть когда вы привычны, ну то есть грубо говоря, у нас есть там не очень большое количество стратегий, которые мы обычно применяем против алгоритмического искусственного интеллекта, это типа кайтинг, например. Вот ты берешь его и начинаешь кайтить, а он не кайтится. Вернее, иногда может разочек там тебя попробовать. А в противном случае, ну то есть он каждый раз принимает решение по-новому и делает это достаточно эффективно. Ты понимаешь, что окей, вот этот класс у тебя абьюзов, как бы алгоритмической части не работает. Ты начинаешь уже воспринимать как-то повеселее, поживее. Или там фокус фаер ты очень часто любишь делать, а он начинает, знаешь, там отходить и выстраивать какую-то такую полусферу, чтобы наоборот тебя в фокус фаер как бы поместить и так далее. То есть вот подобного класса реакций, которые ты привык применять, как только ты сталкиваешься с тем, что они не работают, на самом деле большинство людей, не большинство, но очень многие вообще теряются, они не понимают, что делать, как бы. То есть ты привык играть в ПВЕ методом, там, 3-4 простые, на самом деле, абьюзные стратегии, и ты их просто применяешь, побеждаешь, и тебе хорошо, и тебе даже думать не надо. А тут раз, и они все не работают, и приходится как бы думать начинать. У тебя ПВЕ игра становится практически такой же, как ПВП, как бы, да, и это очень интересно. — То есть фактически, если упросить вопрос для инди-разработчика, который не может разобрать полноценный искусственный интеллект, то для того, чтобы отчеловечество… — Ну, может, согласен, да. — Это он за слово берется, и вперед за родину. — Мы говорили, например, о датасетах, например, платных. — Датасеты ты сам можешь сгенерить, как бы, да. — Ну, хорошо, давайте я просто уточню то, что хотел. Для того, чтобы сделать скриптованный искусственный интеллект, который выглядит человечным, правильным подходом было бы проанализировать модели поведения и создать, условно говоря, скрипты, которые имитируют искусственный интеллект. Ну, например, совершение ошибок, которые в данной ситуации мог бы совершать человек. Мы анализируем его поведение, ну, поведение типовых игроков, и совершаем такие же ошибки от ИИ. И, как бы, в этом есть узнаваемый паттерн человечности. — Ну, это тупиковый путь, на мой взгляд. — Согласен. Нет, глобально в развитии это, безусловно, тупиковый путь, да, как локальный, собственно говоря, лайфхак. — Нет, ну, так оно обычно и происходило на протяжении предыдущих 20 лет, если посмотреть. То есть, там, со времен Старкрафта мы берем наиболее явные абьюзы и делаем триггеры, чтобы в них не нарываться, как бы, да. Но, тем не менее, ну, как бы, все равно, так как мы делаем конечное количество триггеров, у нас все равно возникает бесконечное количество абьюзов. Ну, как бы, задача таким образом не решается, на мой взгляд. Да, можно ее чуть-чуть сдвинуть, но это не радикально. Просто раньше не было альтернативных методов, а на сегодня они есть. Поэтому, ну, грех их не используют. С учетом того, что, ну, в общем, практически это все бесплатно, можно брать и вперед за Родину. — Согласен. Спасибо. — Здравствуйте. Из глубин хтанического хаоса, там, откуда и происходит первое желание создать что-нибудь кроме себя, я обращаюсь… — Продолжение себя Богу, да. — Да, я обращаюсь ко всем здесь. Я бы хотел сказать, что пока я не лишился окончательно всех возможных предполагаемых работ… — Не всех. — Ну-ка, вот. Я бы хотел провозгласить, что если кому-то в геймдеве, пока нейросети нас не захватили, понадобится хорошая электронная музыка от живого человека, вы можете обращаться ко мне в «Hire», я оставил там «Hire me», я оставил маленькое сообщение об этом. Меня зовут Дунай, я из Будда Майнд Корпорейшн и занимаюсь написанием электронной музыки. Я каким-то боком, связанным с программированием, по той причине, что я программирую синтезаторы… — Можешь вопросы все-таки? — Вот я его сейчас, да, и задаю. — Да, я не терпелись, я понял. — А я оболклив. Вот, значит, и в результате… Есть у искусственного интеллекта нечто человеческое. Изначальный порыв создать себе собеседника на случай, если не останется ни одного живого человека вокруг, а такое, возможно, ждет человечество. — Там можно создать второго искусственного интеллекта. — Они будут прекрасно общаться между собой, да. — Ну, кстати, сейчас это и происходит, но неважно. — Ох, какое едкое и мощное замечание. Мне очень приятно. Вот, я бы хотел задать вам вопрос. Где бы я мог найти информацию в сети относительно разработки искусственного интеллекта и, может быть, какая-нибудь ведущая отрасль? То есть, в плане, может, есть какая-то компания, которая занимается этим… — Let me Google it for you. Ну, короче, sorry. В сети. Там масса информации. — Нет, ну, может, существуют некие корпорации, которые серьезно за это… — Google серьезно этим занимается. — Ну, кроме страшных картинок я пока от него ничего не увидел. — Ну, так бывает. Ладно, а давайте все-таки следующий. — Да, спасибо. — Добрый вечер, Сергей. — Добрый. — Игровой индустрии отводится очень интересная роль, да? Мы должны создавать проекты, которые будут полезны в будущем, будут продуцировать светлые идеи. Невал вот создавая искусственный интеллект, обученный играть с человеком в милитаризированном сеттинге. — Да. — Война, сражения. В чем полезна и светлость будущего? — Ну, помимо того, что мы делаем милитаризированные сеттинги, мы еще другими играми занимаемся. Как я же сказал, в меру сил. А во-вторых, чтобы, ну, как бы, заниматься вопросом, ну, скажем, чтобы разбираться в вопросе, неплохо было бы им позаниматься. На сегодня наиболее эффективное и практическое применение мы видим в том, чтобы создавать противников для человека. В дальнейшем очевидно, что... Как же так? Буквально следующий шаг — это мы делаем не противника, а игрока, который кооперируется с тобой по противодействию с другими. — Это можно считать за анонс? — Можно. Но, собственно говоря, у нас же не только режим 1 на 1 есть, 2 на 2 и 3 на 3. Собственно говоря, вот сейчас как раз мы решаем проблему. То есть первое, что мы сделали — это 1 на 1, а сейчас обучаем такой же нейросити играть в паре с человеком, что уже является кооперационной задачей. — Спасибо. — Здравствуйте, Сергей. В свете того, что нас ждут на нейронной сети, они захватят, можно сказать, большую часть профессии, и у людей появится огромное количество времени, растет роль компьютерных игр как такого обучающего элемента и познавательного и прочего. Скажите, на ваш взгляд, есть какие-то в нынешней игровой индустрии негативные тенденции, которые могут плохо повлиять и губительно повлиять на социум, если их не прекратить? — Есть, но я тут боюсь обидеть большую часть аудитории. Скажем так, очень много игр, которые мы создаем, они бесполезны. Часть из них вредны. Давайте тресно смотреть на вещи. Поэтому надо прекращать, на мой взгляд, этим заниматься. Ну, скажем так, по крайней мере, вредными прекращать, а нейтральные стараться делать полезными. Вот только так, а как иначе? Ну, скажем так, очевидно, что в мобильном сегменте очень большая роль отводится монетизацией, и там основные умы на сегодня, как кто-то недавно хорошо сказал, я уж не помню, кто, правда, что лучшие умы на сегодня бьются над решением проблемы сетиара. И вот это, к сожалению, тоже было бы неплохо как-то улучшить. Хорошо, спасибо. Спасибо. Вопрос по футурологической части вашего выступления. На самом деле серьезный, хоть может звучит как шутка. Вам не кажется, что на самом деле проблема непрерывного обучения, которое сейчас в ней происходит, это не проблема структурная, не отсутствие социальных институтов, а это проблема чисто биологическая. Человек после определенного возраста теряет способность к обучению. Но он снижает, но не теряет. Ну и следственно, этого не произойдет, того, о чем вы говорите. О чем произойдет. О непрерывного обучения. А, произойдет. Слушай, на самом деле люди с огромным удовольствием учатся играть новые игры, даже уже в зрелом возрасте. Поэтому было бы желание, что называется. Если понятно, что темп обучения с возрастом снижается, нельзя требовать от человека такого же темпа, как и в молодости. Но, опять же, если посмотреть на наиболее прогрессивные методологии, типа то, что Хан Акедеми пытаются внедрить, когда… То есть когда у тебя информация выдается не единым потоком для всех обучающихся, а индивидуализируется, но это индивидуализированное обучение, индивидуализируется для каждого обучаемого, потому что… Короче, там был очень забавный эксперимент. Они взяли большую группу школьников на тот еще момент и проследили, по какой траектории они двигаются по материалу. И выяснили, что на самом деле, если у них близкие IQ, они более-менее похожи между собой, то у них на самом деле траектории… Результат, который у них приходит через одинаковое время практически эквивалент, но траектории, по которым они ходят, очень разные. Иными словами, если… В чем происходит основной затык? У тебя идет линейное поступление информации, ты что-то не проглотил, на этом моменте ты ломаешься и отваливаешься. Но если тебе это повторять до тех пор, пока ты это наконец не поймешь, дальнейшую пачку информации ты на самом деле заглатываешь очень быстро. Таким образом, приходя к конечной точке, в то же самое время, просто по совершенно другой траектории. И вот на этом принципе построено индивидуализированное обучение. Если его применить для даже более взрослых людей, то да, у них трек будет чуть-чуть помедленнее, но за счет очень точного позиционирования в их сет знаний, на самом деле все равно это прекрасно работает. Осталось решить проблему не эту, осталось решить проблему, как их заинтересовать этим заниматься. И вот это самое интересное. Спасибо. Спасибо за вопросы. Спасибо Сергею. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!